Доставка какая-то, ну что-то не похоже на моё, но видимо ничьё. Я думаю, это моё будет. Ну что, пацаны, вот я и нашёл как бы покупателя на вот эти штучки. Знаешь, на что похоже? На что? На то, что тебе сейчас поебал, нахуй, вор, сука, ебал. Кажется, это тот еблан. Так грустно стало в тот момент, когда у меня отобрали эти джойстики. Несколько дней я просто не мог этого осознать. Пол депрессии. Чтобы попытаться из неё выйти, я сел на своего железного коня и поехал, куда глаза глядят. И вот после очередного круга я остановился, присел на свой велосипед и в руках у меня оказался корпус от геймпада. А в небе окно от игры. И я начал нажимать на виртуальные клавиши. Стрелять по виртуальным врагам. И я в тот момент не осознавал, что это глюк. И так я сидел и играл. Но в какой-то момент я всё-таки осознал, что это глюк. Выбросил корпус на землю и удалился домой. Но дома я кое-что нашёл. Смотрите, пацаны, что я нашёл. DualShock 4, да? Он у меня появился очень давно. Только я его не включил в сравнение с DualSense и Хуановским контроллером. Но я думаю, вы видите, в каком он состоянии, да? И сейчас мы это исправим. Смотрите, что у меня есть. Сейчас это в разобранном виде. А через несколько секунд это будет в собранном виде. Давайте. Раз. Два. Стоп. А пока я делаю геймпад, давайте поговорим о нём. DualShock 4 вышел вместе с консолью PlayStation 4. Выпускался он во многих интерпретациях и в двух версиях. Первая версия вышла вместе с оригинальной плойкой. Ну, или как мы её называем, толстушка. Ну, а вторая вышла вместе с Прошкой и Слимкой. Вторая версия незначительно отличается от первой. Просто не прокрасили часть тачпада, чтобы мы могли понять, какой у нас цвет в игре. Ну, а теперь обратно к моему экземпляру. У меня, Джой, второй версии. Я думаю, вы видите, в каком он состоянии. И у вас назрел вопрос. Откуда я его достал? Может, я его украл у бомжа? Нет. Может, я залез в чей-то дом и там пытался забрать его? Тоже нет. Я же не вор какой-то. Я его честно стырил у Кентика при покупке Слимки. Ведь продавец продавал три геймпада. Ну, и я подумал, зачем ему три? Подошёл и взял геймпад. И убежал в неизвестном направлении. А покусанный он из-за того, что на меня спустили собак. А они ж тупые! Накинулись на геймпад, а не на меня. О, я вижу, уже геймпад готов. Ну что ж, давайте перейдём к уже изменённому джойстику. Три. Как вы видите, геймпад в новом корпусе. Но, к сожалению, кое-что не работает. Не знаю, почему не работает. Хотя, примерно догадываюсь. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте расскажу всю хронологию. Самая первая версия, получается, этого геймпада, вот именно вот этого моего, находилась вот в этом корпусе. Я думаю, вы же видите, в каком он состоянии. Да? Ну, я его разобрал. Достал оттуда все кнопочки, все резиночки. Так как продавец плохой человек и не предоставил мне резиночки. Достал отсюда вибромоторчики, плату. Всё было отлично. Начинаю собирать. Так как у меня отпаялся проводочек от вибромоторчика и от платы, пришлось паять. Ну, это ладно. Это ничего. Всё работает, в принципе. Всё отлично. Собираю. Подключаю. Не работает кнопка квадрат. Что я думаю, где я накосячил? Что делать? Я не знаю. Пересобираю. 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 Всё вроде бы отлично. Смотрю, ничего нигде не накосячил. Собираю. Кнопка квадрат и L2, R2 не работают. Просто опять не работают. Квадрат так же и не работал, но не работает. L2, R2 добавились. Спасибо, китайцы, что сделали такой хороший корпус. Спасибо вам. Да и Sony, спасибо, что решили настолько упростить как бы замену внутренностей геймпада. Да, спасибо. Ну, я решил. Ладно, оставлю это на следующий день. И, короче, каждый день, каждый день, каждый, мать его, день я разбирался с проблемами от этого геймпада. И вроде как бы он начинал работать. Я даже пересобирал в старый корпус. Но опять что-то не работало. И в последнее время, в последние разборки у меня перестала работать индикация. То есть сейчас что работает? Сейчас работает, в принципе, геймпад, но не работает индикация. Не работает кнопка квадрат. Не работают триггеры L2, R2. То есть, в принципе, геймпад не рабочий. Его использовать нельзя. Так что я не знаю, что с этим геймпадом сделать. Вы можете написать в комментариях. Мне будет интересно почитать, что вы предложите сделать с этим геймпадом. Я его планирую просто повесить и оставить как трофей. Не более того. Если вы предложите отремонтировать его, ну, может быть, и отремонтирую. Посмотрим. Может, отнесу кому-нибудь. Опять же, напишите в комментариях, может, там, захотите, чтобы я его взорвал, там, еще что-нибудь сделал. Самое главное, пишите. Звоните. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Можно еще что-нибудь сделать, там, задонатить мне. Я буду не против. Ну, чтобы ролики выходили почаще этого. Ну, как бы, да. Раз в месяц. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.